Спасибо, добрый вечер. Здравствуйте. Мы надеемся, что сегодня здесь находятся все те, кто не был здесь 25-го. Особых изменений не будет. Вот. В силу, как бы, так сказать, разных причин. Ой, сейчас. А то вдруг как зажужжет. Ну, давай, дальше поговорим. Как это нелегко переживать покой, Осознавать, что ты не всюду побывал, А где-то далеко за каменной грядой Друзья тебя зовут с собой на перевал, А где-то далеко за каменной грядой. Друзья тебя зовут с собой на перевал. Им трудно без тебя, а ты сегодня хмур, как будто арабев. Ты правды не сказал, а пальцы теребят лавинный красный шнур, Который друг тебе на пояс повязал. Над перевалом вновь закружится пурга, но если рядом друг тебе во всем везет, Пусть для тебя готов заснеженный курган, Поверь мне, он еще немного подождет. Пусть для тебя готов заснеженный курган Поверь мне, он еще немного подождет А может вовсе нет волшебного руна И в субатоги дни упущен верный путь Но где-то есть во мне звенящая струна Которая сейчас мне не дает уснуть Но где-то есть во мне звенящая струна Которая сейчас мне не дает уснуть Никто не устоит перед судьбой такой Надеяться и ждать, чтоб снова день настал Когда друзья твои за каменной грядой Вернутся покорить невзятый перевал Когда друзья твои за каменной грядой Вернутся покорить невзятый перевал Спасибо Спасибо большое В общем Что за? А нет, просто есть две просьбы К звукооператору Вот я его почти не слышу, Михаила Я не знаю, как в зале В зале может быть нормально А второе А можно свет в зале Вот какой-то маленький дать, если это возможно Вот чуть-чуть так Вот так Так, наверное, всем будет удобнее Вот так Да, потому что мы что-то тогда видим Видим вас А это очень приятно Спасибо Спасибо большое Спасибо большое Да В общем Мы будем петь вполне определенную программу Вот я сразу к тому Если вдруг кто-то захочет что-то заказать Кроме съестного И Вот Или петейного То мы можем сказать сразу Что Это не получится Потому что мы готовили вполне определенную программу Она Смею вас уверить Она практически охватит все ваши Мыслимые, скажем так Здравомыслимые желания В смысле наших песен Вот Мы не будем ничего неожиданного для себя исполнять Потому что просто не хочется делать это Не хорошо А поскольку, в общем, вдвоем мы не пели очень-очень давно И делаем это крайне редко То, в общем, мы готовили вполне определенный Хотя и большой список Вот Начали мы с песни, которую обычно заканчиваем Наши концерты тоже, в общем, не случайно Во-первых, для самоутверждения, в первую очередь Поскольку, кроме всего прочего В общем, с этой песней связана одна история Кому-то известная, кому-то, может быть, нет В 88-м году мы исполняли ее на концерте В 88-м Подчеркиваю Исполняли ее на концерте в городе Таллине Нас туда пригласил местный клуб авторской песни «Ля капля» И после концерта к нам подходит руководительница этого клуба Милая девушка и говорит «Ребята, а вот песня последней вы пели, это чья?» Мы говорим «Ну как чья?» «Как и все остальные наши» Девушка так вздохнула и говорит «Да» Он говорит «А мы думали, вы уже умерли» Вот Поэтому мы тогда почувствовали себя причастными, значит, так сказать Ну, если не к лику святых Но, в общем, как бы, так сказать Уже так Перешедшими, так сказать В некий такой Небесный эшелон авторской песни Вот Поэтому мы исполнили ее сейчас для такого Собственного, что называется, утверждения Начнем мы концерт со следующего Мы сначала долго решали все-таки Вот какие песни петь Там В каком порядке Это всегда очень так непросто Особенно, когда У нас вообще никогда откатанной особо программы не было Вот Поскольку для нас это всегда было в большей степени хобби Нежели чем что-то еще Так вот Мы вспомнили, что когда мы готовили диск «Избранное» Нами в интернет был запущен такой список наших песен И мы попросили всех Кому это интересно Просто расставить песни в каком-то порядке То есть вот выбрать, так сказать Самые любимые песни, которые у нас есть И сегодня вашему вниманию В начале нашего концерта Это займет почти все первое отделение Потом там еще немножко добавим Но вот в начале, скажем так, первого отделения Мы вам исполним некий такой хит-парад Если хотите, его можно называть так Из десяти песен, которые в свое время Когда-то там относительно уже давно Вот были вот выстроены таким образом И на десятом почетном месте Этого импровизированного хит-парада Находится песня «Мой друг» Мой друг, все приходит с годами Покой и надежность На круг, что накоплено нами Шепот речки Таежной На круг речи верных подруг И неверные плечи Мой друг, все приходит с годами Мой друг, канул день в пустоту С годами успех и болезни Ты весь в ожидании славы Так подчас бесполезно их Ты весь в ожидании счастья А счастье мгновенно Для нас это счастье сейчас Говорить откровенно Куда катится дни череда По годам постой Ты не вернешься сюда Некогда Поверь, все приходит с годами Намечены сроки Потери долгожданных признаний Большей частью жестоких Как лед Понимание судеб Покинутых женщин Придет Все приходит с годами Их все меньше и меньше Куда Катится дни череда По годам постой Ты не вернешься сюда Некогда Увы Все уходит с годами На поиски смысла А вы Не согласны с нами Вы друзья Оптимисты Но когда Когда Вниз по речке Таёжной Уйдет теплоходик Догнать Все с годами возможно Только годы проходят Вот беда Куда Катится дни череда По годам постой Ты не вернешься сюда Некогда Куда Катится дни череда По годам постой Ты не вернешься сюда Рад бы некуда Рад бы некуда Рад бы некуда Аплодисменты Спасибо Девятое Замечательное место Занимает песня Наверное одна из тех Которые были написаны Высокие 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 Ему высокие нужны Да Мне полненькие Низкую середину Пожалуйста Я с тобой в переживе поговорю Я задумался Ты меня сбил Так вот Песня Которая Написана Наверное Быстрее всех Из тех Что мы писали На нее понадобилось полчаса Написана Она была на борту теплохода Рославль В городе Петропавловск-Камчатский Нам там предоставили каюту На полчаса Чтобы мы передохнули Перед концертом И вот мы написали Такую чукотскую песню На Камчатке Чукотскую Потому что она написана В точности С законом Что вижу То и пою Вот Глядели В круглый иллюминатор И вот песня Сочинилась В общем Собственно говоря По-моему Петропавловске-Камчатском До сих пор на радио Исполняется По крайней мере Как нам рассказывали Его жители Была у нас возможность Так даже ее там Записать В Авачинской бухте В Авачинской бухте Туман Вулкан угры и глубины На семерах сеть паутины В каютах покой и уют На рейде стоит караван И как завершение караван Апрель набухающей льдины Проходит от бака на ют На рейде стоит караван И как завершение картины Апрель набухающей льдины Проходит от бака на ют По Вальчинской бухте Апрель На север ушли Ледоколы В краях, где при пайне околот Рыбацкое дело Там сутками кружит метель Там небо полярного полок Там льдино трезвляющий холод Проходит от юта на бак Там сутками кружит метель Там небо полярного полок Там льдино трезвляющий холод Проходит от Юта на Бак В Авачинской бухте весна А впрочем мы скажем иначе Поверь, возвратятся Авача В родные края корабли Камчатского солнца блесна Сверкнет сквозь усталые мачты Желая тепла и удачи Всем жителям этой земли Камчатского солнца блесна Сверкнет сквозь усталые мачты Желая тепла и удачи Всем жителям этой земли В то время, когда Грушинский фестиваль был еще Грушинским фестивалем Когда он был И когда нас туда еще приглашали Теперь не приглашают, помнят Как в том анекдоте Не позвали Не позвали, помнят Так вот Мы иногда Имели честь быть приглашенными И на зимний Грушинский фестиваль А поскольку Бывали часто В городе Самаре В общем, так сказать Там с 87 года Практически каждый год И не по одному разу То наши друзья Всегда старались нам Сделать какой-нибудь сюрприз Их было масса за это время И в шторм на яхте катали И с аквалангом, значит, так сказать Волгу запускали Но это не зимой все было Понятно Вот А тогда, в ту самую зиму Нам предложили полетать на самолете И В общем Назад пути не было Как бы так неудобно сказать Что Да ладно там Перестаньте Мы сказали Да, ну на самолете Конечно, на самолете Чего нет-то И вот нас отвезли на берег Волги Вот там, значит, соответственно Такая импровизированная Взлетно-посадочная полоса По льду Вот Стоит такой гидросамолет Переделанный на зимний вариант Вот Инструктор, конечно Потому что Ну что ж там И вот У нас Наверное, Сашка У каждого было минут 15 Этого полета Вот Я отлично Помню свои ощущения Самолет двухместный просто Да Самолет двухместный Инструктор и кто-то из нас Вот И Ну если бы мы полетели бы вместе Мы сейчас не разговаривали Это точно Мы бы не взлетели Не важно Ну мы бы разогнались бы Так бы, что тоже бы не разговаривали Погоняли бы по льду Да И все Да Вот Там Дальше склон был В общем, да Все равно Так вот Суть в том, что Когда вот мы взлетели С инструктором То есть мы взлетели Я и трактор Да Когда мы, значит, с инструктором взлетели Вот И уже так пошли над Волгой Внизу такие Людишки такие Какие-то там На лыжах катаются Вот Все так красиво Инструктор накнулся Надо мной И на уху Мне так говорит Тихо Он говорит Резких движений Говорит Не совершай Я управление Переключил на тебя Я, значит, тут Ручку-то хватит Который там не штурвал Значит, а вот Значит Ручка или там рука А эти управления Те, кто там знают Могут сказать Как это правильно называется У меня все из головы Вылетело сразу Абсолютно Я так вот Чуть-чуть в одну сторону Там совсем-совсем Самолет так раз В другую так тоже И я так сижу И говорю себе Это симулятор Это симулятор Говорю я И вот все время Пока он управление На себя не переключил Я все время себе Это и говорил Что это симулятор Вот Потому что В общем Так было не по себе Восторг был Просто необычайный Когда самолет Приземлился Не от того Что он приземлился Нет От того Что вот было Вот это вот Счастье Вот этого полета Абсолютно Совершенно Не похоже было На там Большом Это железный дурец Который летает Там вообще Как в автобусе Ну села Она улетела И прилетела Фу-фу-фу Вот А там Совсем Как бы Другая Абсолютная История Вот Мы были безумно Так сказать Там Счастливы И прошло Чуть больше года И мы узнали Что самолет Этот разбился И погибли Друзья Наших друзей Они просто Не смогли И не смогли Его посадить Вот Так Так сложилось Вот В общем Еще немного Времени И из программы Время Мы вдруг узнаем Что погиб Наш инструктор Оказалось Что это был Ни много Ни мало Герой Советского Союза Ведущий Летчик-испытатель Самарского Авиационного Завода Уже потом Когда мы Говорили с нашими Ребятами Мы говорим А как же Вот такого Такого человека Значит Там Посадили с нами В самолет Они говорят А что же Кому угодно Вас могли Что-то посадить Значит Мы договорились Так сказать Там Везде есть друзья То есть Оказывается Пилот Который нам Небо-то подарило В общем Был таким Очень заслуженным Человеком В общем Далеко не Самым последним В этой Авиационной Промышленности Авиационной Истории Самары Люди ушли К сожалению Самолета Больше этого Нет А песня Осталась Аэроплан Аэроплан Сменил На лыжи Поплавки Застрекотал Мотор И поднял Стреказу Седое небо Перетянуто Внизу Топографической Полоской У реки Земля И небо Бесконечная Вражда Встречают Ревовек Высоких Скоростей Сжимая Время И коверкая Масштаб Земных Забот Людских Страданий И страстей Ты там Внизу Где день За днем Февральский Лед По берегам Срезает Высокший Камыш А я Касаясь Неба Кончик Камелыш Скольжу В пространстве Словно Гидросамолет Он Заводелка Он Немного Неуклюж Он Разобьется При посадке Через год И будет Долго Дождь Стучаться В двери Луж Их не Откроют Он Заплачет И уйдет Ну а Пока Немного Вверх И по прямой Инструктор Мой Не любит Глупых Виражей Но я Видать Поднадоел Ему Уже И мы Ложимся На крыло Пора Домой И пока Чнется Уменьшаясь Горизонт И побежит В другую Сторону Земля И приземлившись Я пойму Что Это Сон Ты Подойдешь И дико Скажешь Это Я Мы будем рады Суете Привычных Дней Где нет Ни неба Ни земли Одна Вода Настолько Раз Несло Течением Сюда Где Есть воздушные Океаны Мы на дне А где-то Рядом Пролегает Полоса Ищи-то Крылья Растворяются Во мгле О Плюса Мои Свободы Небеса И ты Любимая Привыкшая К земле О Плюса Мои Свободы Небеса И ты Любимая Спасибо Песня, которая прозвучит сейчас, в свое время была написана на заказ Более того, посвящена она ректору нашего педагогического института Александру Дмитриевичу Бабарыкину Это был замечательный человек В свое время он покорил нас тем, что когда мы уже поступили в институт И были в составе институтской театра-студии агент-концертной бригады И вот на первом курсе мы были Был спектакль, который показывал театр-студия Ну, соответственно, так сказать, там весь бумонт института на нем присутствовал Там парткомы, обкомы, райкомы, профсоюзы, ну и ректорат Вот все в конце ушли А ректор остался И говорит, что Сказал, что Ему так все очень понравилось Он хотел бы тоже, так сказать, внести свой вклад в этот вечер Поэтому, если бы мы не возражали, он почитал бы нам стихи Никто не возражал Понятное дело И вот ректор нашего института начал нам читать стихи Это было Ахматова, Гумилев, Цветаева Вообще на дворе был 1980 год Так на секундочку, как бы сказать, все начали переглядываться Ну ладно, уж там переглядываться Переглядываться, переглядываться Я это точно могу сказать Потому что имел, как бы сказать, в те годы Пару симпатичных бесед на тему, как бы сказать, подобного творчества С ответственными товарищами Поэтому, так сказать, переглядывались И думали, так сказать, что происходит Вообще происходило ничего Просто ректор читал Ахматова и Гумилева И Ну и очень уважали Не только за это, конечно И поэтому это был, наверное, единственный человек, которому, когда он уходил из института На нашей, так сказать, памяти, когда мы были студентами Театр-студия решила сделать такой подарок-бенефис То есть некое такое представление в честь одного человека У нас это делалось только для выпускников Театра-студии И больше практически ни для кого И вот наш руководитель Юрий Иванович Виноградов Который очень много нас научил В этой жизни Он подошел там А мы тогда уже Всем было известно, что мы пишем песни И говорит, ребята Типа задание такое Нам вам нужно написать песню, завершающую все это действо То есть фактически посвященную Александру Дмитриевичу Мы говорим, ну раз надо, значит надо А на заказ вообще писать очень интересно Потому что тут самое важное сделать так Чтобы потом никто не понял, что эта песня написана на заказ И прошло какое-то время Не за день это появилось Саша написал чудесную музыку Я написал нормальный текст Который как бы, так сказать Чудесный текст Как нам кажется, так сказать В общем, нормально ложиться, так сказать На эту мелодию И появилась песня, которая называется «Вечер большого дня» Вечер большого дня Отзвенят дожди тревог Настанет срок узнать итог Ветер сорвет ли листок Был росток Поднялся сад в твоих глазах Сверхнет слеза и пусть Проходят годы хороводом дни и дат Летит седой метелью время по следам Ты на снег не гляди Словно свет впереди у нас Только жизнь Вечер, вечер большого дня Знаю я Наступит день И будет свет И смех детей Дети Заменят нас Ветер стих Любой из них Найдет родник Посадит сад И вновь Деревья бросят Семена И встанет лес И ты поймешь Что часть души Оставил здесь Шум листовый на заре Это ты Ты поверь Это жизнь Ну и пусть Проходят годы Хороводом дни и дат Летит седой метелью время по следам Ты на снег не гляди Словно свет впереди у нас Только жизнь Ты на снег не гляди Проходят годы хороводом Словно свет, впереди у нас только жизнь Творчество знает, теперь большой вопрос Интересно, одну песню, которую они Все завершали, перевал уже спели Вечер большого дня спели тоже Что же там такое тогда Получается, там есть что Спеть, но до этого Еще идти и идти На шестом месте нашего кит-парада Находится песня Не имеющая отношения ни к району Города Санкт-Петербурга Ни к району города, я так понимаю Москва, у вас тоже, наверное, есть Юго-Запад Почему-то Есть целая группа Людей, которые с маниакальной Настойчивостью, не обращая внимания на то Что в песне однозначно Говорится о полете на самолете Все равно считают, что так или иначе Строчка от тебя на Юго-Запад Имеет непосредственное Отношение к тому или другому району Либо Санкт-Петербурга Либо Москвы А я подозреваю, что В общем, так сказать, поскольку Достаточно расхожее явление То в остальных больших городах Тоже такое есть Но тем не менее Песня написана Ксюже Стриж, кстати, тоже Когда мы, так сказать, спели О, говорит, у вас тоже Юго-Запад Из Питера Ну вот, да Вот, а на самом деле Песня Была изначально задумана в городе Норильске И практически завершена Во время полета Перелета из Норильска Но мы летели как раз в Москву На самом деле, так сказать, тогда Потому что через Москву летели в Питер Вот, поэтому, если быть честным до конца То летели мы сюда К вам Хотя В голове подразумевали, что В Санкт-Петербург Тогда еще в Ленинград Нет, вру Тогда Уже Уже тогда в Санкт-Петербург А я не помню, кстати, говоря Куда мы летели Не помню, да Это был большой В 86-й Там Там летело очень много Пьяных вахтовиков Мы боялись, что они Что-то раскачивать Самолет Вот мы-то летели С фестиваля Такие Грустные Вот А они были веселые Они летели домой Вот Но песни не об этом Да вы тоже были веселые Нормальные От тебя на юго-запад От тебя на юго-запад Мне лететь в осенний город Оборвался так внезапно Ненаписанный роман Не оконченная пьеса Не задернутые шторы А за окнами завесой Светлый северный туман А будет ли это встреча? Надеюсь, зима не вечно По метеосводкам фурга Не сможет кружить бесконечно Стирая твой образ А вдруг навсегда От тебя На юго-запад Где с рождения Все знакомо Поднимусь в ночи По трапу И шагну за горизонт Край, где вечно правит Осень, ставши пристанью и домом Ни о чем меня не спросит Сон прошел А был ли сон Когда-то снега Растают Кто помнит об этом Знает Один полуночный звонок Который и не забывают Наливе вина Ну так сделай глоток Но не будет Слез и писем Телефонных разговоров Этот лист остался чистым Белый розы лепесток Растворяется в тумане То ли реки То ли горы И зовет меня И манит Снежный северо-восток Помочь бы себе Да нечем Что ж время меня Не лечит Поверь мне Слепая пурга Не сможет Кружить бесконечно Стирает твой образ А вдруг Навсегда От тебя На юго-запад Я лечу В осенний город Оборвался Так внезапно Ненаписанный Роман Не оконченная Пьеса Не задернутые Шторы А за окнами Завесой Светлый северный Туман Редактор субтитров А.Семкин Спасибо В 1984 году Мы заканчивали институт И Песня Которая прозвучит сейчас В общем Последние годы Но последние годы Она вообще Редко что исполнялась Поскольку Саша Пять лет Как уже живет В Соединенных Штатах Вот Но вот Когда мы Так достаточно активно Там выступали В общем Пели мы ее не часто Вот А вот В этом В этой десятке Она вот оказалась На целом Пятом месте Написали мы ее В общем Сами себе И своим друзьям Которые институт Заканчивали И в общем Мы тогда понимали Что наши пути Разойдутся Все разлетятся По разным там Городам и весям Вот И вполне возможно Что Со многими Ты уже не увидишься Наверное Никогда Прощальный Вальс Ля-oudа-дэ-дэ-дэ-дэ-dэ-dэ-dэ-dэ Все еще сбудется, каждый пустя Хмурится, брось, удивительный факт То, что у нас слезы у глаз Впрочем, не надо растроганных фраз Все понимаем и так Впрочем, не надо растроганных фраз Все понимаем и так Все понимаем, а в горле комок Что-то теряем, а взять под замок Нам не суметь, хочется петь Вместе нам жизнь, по отдельности смерть Часто, кто честен, жесток Не присягали на верность друзьям Знали врагов, но жалели, а зря Как ни суди, все впереди Друг, это значит, что ты не один Нам в одиночку нельзя Друг, это значит, что ты не один Нам в одиночку нельзя Нас не разлучат ни север, ни юг Что может лучше быть, зной или в юг Словом прощай Не обещай им письма писать Поскорей приезжай Все еще сбудется, друг Нас еще ждут Поскорей приезжай Все еще сбудется, друг Нас еще ждут Поскорей приезжай Все еще сбудется, друг Следующая песня имеет самую широкую географию написания В масштабах нашей страны Поскольку мы ее начали писать в пионерском всероссийском Начали в Сочи, закончили в Магадане В пионерском лагере веселее Начали писать в пионерском лагере Орленок А закончили в Магадане Но не в лагере Соответственно Но там нет никакой взаимосвязи Хотя почему-то, когда мы это говорим Некоторые начинают его выстраивать Это чисто Просто сначала мы были в одном месте Потом переехали в другое А песня, соответственно, продолжала писаться Далекий порт Качают волнами сюда ветер Ночами только млечный путь светел Там далеко Качают звезды маяков Среди безлюдных берегов Затерян в скалах порт Далеко Качают звезды маяков Среди безлюдных берегов Затерян в скалах порт Пустые причалы в кабаках тесно На площадях меняло Нет места Там далеко Живется просто и легко Спокойным сном материков Терзает души И далеко Живется просто и легко Спокойным сном материков Терзает души Черт Здесь расстаются, чтобы жить встречей Здесь остаются, чтобы ждать вечно Там далеко В тумане, канув за кормой Рокочит утренний прибой Остался в скалах порт Там далеко В тумане, канув за кормой Рокочит утренний прибой Остался в скалах порт В уютной бухте, вопреки штилю Волзают мачты в облака шпили Там далеко, из глубины седых веков Взмахнув приветливо рукой Девчонка парус ждет Далеко, из глубины седых веков Взмахнув приветливо рукой Девчонка парус ждет А нас уносит в океан шквалом Нам не вернуться, просто сил мало там Далеко, кочуют звезды маяков Среди безлюдных берегов Был не окончен спор Там далеко, кочуют звезды маяков Тебя вернуть еще легко Затерял в скалах порт Ну мы подходим к призовой тройке Вот, и на третьем месте песня «Нагадали мне» Нагадали мне по тону На родной Неве или на Дону Руки протяну, а на всю длину небо дали Как пойдут круги по воде Мужики Так где же вы, черти, где? Вязду в пустоте Значит быть беде Эх, невидаль Появились мы на свет Боже, вот тебе Принимай какие есть Делай выводы Говорят, тогда в стране была оттепель Перед новым ледниковым периодом Поколение покорителей космоса В магазинах не толпилась за водкою Агентуру зарубежного голоса Заглушая статистической сводкою Вместо культа процветала умеренность Что умом не вышло взять брали силою И народом управляла уверенность Перегоним и вопьем кол осиновы Нагадали мне по тону На родной Неве или на Дону Руки протяну, а на всю длину небо дали Как пойдут круги по воде Мужики Да где же вы, черти, где Вязну в пустоте Значит быть беде Эх, невидаль Есть коррупция своя, своя мафия В магазины не войти Цены лютые На дворцовой и напротив Исакие Понатыкны ларьки инвалютные Отцвела в тени казарм Наша молодость На едином проспиртованном выдохе И я понял, чтобы иметь право голоса Надо либо умереть, либо выехать И выбрал первое Но смерть дело скверное Раз начертано пожить да помучаться И от этого бессилия, наверное Остается петь от случая к случаю Нагадали мне по тону На родной Неве или на Дону Руки протяну А на всю длину небо дай Как пойдут круги по воде Мужики Да где же вы, черти, где Вязну в пустоте Значит быть беде Эх, невидаль Вроде все давно единой народности Но в калашный ряд не с нашими ряхами Единственный закон очередности Расколол страну березок и яхонтов И приятелей, что спорили затемно Расходившись переулками гулкими Взяли визу и за партии партия Встали в очередь на вылет из Пулково На прощанье немного повзорили Вроде все сказал приятели на тебе Маркс придумал неплохую теорию И вздохнул А что касается практики Нагадали мне по тону На родной Неве или на Дону Руки протянул А на всю длину небодаль Как пойдут круги по воде Мужики Да где же вы, черти, где Вязну в пустоте Значит быть беде Эх, невидаль Перед вылетом Открылись столичную Понемногу вышло всем Так для шалости не стреляли В спину им пограничники Кто-то с завистью глядел Кто-то с жалостью И рванулся самолет Канул без следа Словно твердой рукой Камень бросили Раскололось небо даль Эх, невидаль Птицы тянутся на юг Тело к осени Нагадали мне по тону На родной Неве или на Дону Руки протянул А на всю длину небодаль Как пойдут круги по воде Мужики Да где же вы, черти, где Вязну в пустоте Значит быть беде Эх, невидаль Вязну в пустоте Значит быть беде Эх, невидаль Эх, невидаль Аплодисменты Аплодисменты Спасибо большое Аплодисменты Зажужжало где-то В песне, которая прозвучит сейчас Серебряное достижение этого хит-парада В свое время Помогла нам стать лауреатами Грушинского фестиваля Ну, мы не знаем Что бы было Если бы мы исполнили какую-нибудь другую Но вот Именно это Легло на сердце Виктору Семеновичу Берковскому Он тогда был как раз Председателем жюри Грушинского фестиваля Есть у нас большое подозрение Что если бы не он Вот То наверное Надо сказать И тогда бы мы тоже пролетели Вот Вот Но вот так вот как бы случилось Что вот мы На тот момент Наши пути Когда пересеклись И Эта песня прозвучала Океан О Мой флот из двух кораблей Истина Как мне Как мне доплыть за твоей Пристани Быстрыми реками странствий Мы затеялись в пространстве Была возможность остаться Но не по мне Тихого берега Тихого берега Братства Как Велик Океан Как Велик Океан Велик Океан Мой флот из двух кораблей Мой флот из двух кораблей Выстрадан Нет на обжитой земле Истина чистой воды Родниковой Источник С детства Знакомый Вернет Мне Веру И Слово И не по мне Якорной цепи Оковы Как Велик Океан Велик Океан Мой флот из двух кораблей Таинства Другим не знаю О мне Нравится Равенство Право На счастье Штормами Годы промчаться Жизнь Жизнь Разделяя На части Но не по мне Раду узнать В одночасье Как Велик Океан Велик Океан Велик Океан Как сохранить Мне В пути Искренность Тебя не просто найти Истина Быстрыми Регами Регами Странствий Мы Затерялись В пространстве Была Возможность Остаться Но не по мне Но не по мне Тихого берега Братства Как Велик Океан Велик Океан Велик Океан Велика Ну и наконец, венец нашего сегодняшнего, ну то есть не сегодняшнего, а там сколько лет там у давности хит-парада, незатейливая песенка о полярной авиации. Красная по борту полоса, рощерк авиации полярной. Нет погоды через полчаса, нам идти над снежными полями, порт закрыли пятый день с утра. Полосу колючим снегом вьюжит экипаж у выхода на трап, ждет лохматый пес, митя службы. Нам напророчено, днем будет солнечно, небо увидит земля, а пока рваными клочьями, низкая облачность, видимость ниже нуля. Пятый день над тундрой тишина, намертво зажатая винтами, матерно ругаясь штурмана, выправляют летные задания. И не важно, где проложен курс, над Чукоткой или над Аймыром, ждет своей доставки срочный груз, ждут кляня погоду пассажиры. Им напророчено, днем будет солнечно, небо увидит земля, а пока рваными клочьями, низкая облачность, видимость ниже нуля. Говорит, что стянет к полюсам длинными полетными рублями, только тот, кто не рискует сам. Борт вести над снежными полями, где-то, но увидеть свысока, крапинки, кочующих оленей, где полярный розовый закат, хвостовое тронет оперение. Нам напророчено, днем будет солнечно, небо увидит земля, а пока рваными клочьями, низкая облачность, видимость ниже нуля. День полярный близится к концу, на столе в коптерке стынет ужин, возвратился к своему крыльцу. Одинокий пес медья службы, взлетная тревожит полоса, красными туманными огнями, все в порядке через полчаса. Мы пойдем над снежными полями, к югу знакомыми аэродромами, плавно уходит земля. Где-то там, рваными клочьями, низкая облачность, видимость ниже нуля. К югу знакомыми аэродромами, плавно уходит земля. Где-то там, рваными клочьями, низкая облачность, видимость ниже нуля. К югу знакомыми аэродромами, плавно уходит земля. Ну, буквально еще троечка песен, и мы, наверное, сделаем небольшой перерыв. «В горах Колорадо». В горах Колорадо лежали снега, в долинах парил июль. Светлые облака, но ее рука уже повстречала мою. И сразу сменили, напев ветра, и дождь зарядил косой. И было еще далеко до утра, но, впрочем, не в этом соль. В горах Колорадо гремела гроза, казалось, идут бои. Не надо, но поздно ее глаза уже повстречали мои. Сквозь время струилась с небес река и вынесла нас на плес. И лодка легка, и свет маяка рассыпал всем морем звезд. В горах Колорадо сырая трава, как порох сухой горит. И в дымном рассвете ее слова уже оправдали мои. И стали неважными день и число, сомнение, боль и страх. Все дело не в том, что опять повезло, дело в ее горах. Все дело не в том, что опять повезло, дело в ее горах. Приятеля, не стоит спорить с глупцом, что я на болотах рос. И летчик в детстве не был птенцом, на суше рожден матрос. В горах Колорадо оставил я след и принял благую весть. Приятеля, не там хорошо, где нас нет, а там хорошо, где мы есть. Приятеля, не там хорошо, где нас нет, а там хорошо, где мы есть. Спасибо. Спасибо. Той зимой Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok И на берегу пустынном Субтитры создавал DimaTorzok В тростнике сухом и длинном Спали лодки белые киты. Субтитры создавал DimaTorzok И на берегу пустынном Субтитры создавал DimaTorzok Две черты, бег мироздания, две судьбы, одно признание, золотое на исходе дня. И с тех пор друзей нестрогих обиваю я пороги и прошу рассудку вопреди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое. Сейчас мы споем последнюю песню первого отделения. Субтитры создавал DimaTorzok Последняя песня Блеклые лица в карих глазах. Призрачный дым все отзовется, все повторится. Жаль не со мной с кем-то другим. Дни пролетают, тянутся годы, Реги забвенья привычно манят. Я никогда не войду в эту воду не для меня. Мы оставляем Все, что любили в светлой дали. В разных мирах сон оказался явью и пылью, Пылью дорог, пеплом костра. Ветер пустынь, туманные горы, Море огней и сияние дня. Я никогда не вернусь в этот город не для меня. Субтитры создавал DimaTorzok Мы собирали счастье крупицей, Сея лоси да желтый песок. Знаешь, сестрица, мне не набиться Из родника, чтоб пересох. Стать мы могли и желанней и ближе, Но испугались, как дети огня. Я никогда больше вас не увижу, Не для меня. Собственно, все. Впрочем, если быть честным, Все трын трава и синева. Я никогда не писал этой песни, Просто напел чьи-то слова. Все, что прошло, кем-то прожито прежде, Все, что пройдет, наши души хранят. Я никогда не расстанусь с надеждой Не для меня. Я никогда не расстанусь с надеждой Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Давайте сделаем Маленький перерыв. Диски отдохнут. Да. Там есть некоторое количество Дисков, книжек и прочего такого. Помогите бедным авторам, да? Да. Ну вот. Кому нужно будет оставить автограф После концерта, все, что называется, сделаем. Спасибо. Вот. Встретимся очень скоро. Да. Прямо как бы это сказать. Минут через десять, не больше, чем через пятнадцать.